Привет, мои дорогие! Сегодня я готовлю просто восхитительный и очень-очень прям вкусный тортик, который превзошел все мои ожидания. Этот тортик не требует ни выпечки, ни каких-то особых умений, но он мега вкусный, и я реально приготовила его буквально 3 часа назад, и сейчас остался с него всего один кусочек. То есть он ушел просто на ура. Этот тортик шоколадный, ну, по крайней мере, я его советую сделать шоколадным, так будет прям, ну, очень вкусно. Я бы сказала, со вкусом он получается шоколадного пломбира. Внизу я его делала на ванильном, как бы, коржике, а можно делать и на шоколадном коржике. Ну, в общем, все по порядку, я сейчас дальше все расскажу о том, как он делается. Делается он реально очень просто. Нижний корж я буду делать из печенья. Печенье можно использовать любое. У меня какое было, такое я и взяла. Это было галетное печенье. Можно использовать песочное, можно с орешками. Если вы хотите сделать шоколадный корж, берете, допустим, Орео или вот подобное вот такое печенье. Печенье я измельчила в блендере и растопила в микроволновке 50 грамм сливочного масла. И теперь буду в блендер... Можно перемешать, в принципе, было потом вручную, можно добавить в блендер, чтобы даже не вымазывать больше никакой посуды. И перемешать обратно со сливочным маслом. Количество сливочного масла может немножечко варьироваться. Если вы будете использовать печенье Орео, измельчайте его прямо с начинкой, которая белая внутри. Тогда масла вам может понадобиться немножечко меньше. То есть, ну, буквально там на 15 грамм. То есть, возьмите грамм 35 масла сливочного. Высыпаю я крошку. Крошка должна получиться слегка влажной. То есть, для того, чтобы она потом хорошо у вас держала форму, она должна получиться слегка влажной. Я притрамбовываю крошку руками. Кольцо я здесь использую 18 сантиметров в диаметре. Для того, чтобы моя крошка хорошо спрессовалась и потом вела себя именно как коржик и не рассыпалась, я ее еще немножечко толкушкой для картошки спрессовала. Теперь займусь начинкой. Для начала я взяла вот такой вот пластиковый судочек и его буквально капелькой сливочного масла смазываю изнутри. Я также это делаю, когда делаю саму мастику и плавлю маршмеллоу. Забыла сказать, что этот тортик мы будем делать из маршмеллоу. То есть, я думаю, что это будет прям такая идея очень нарядная. Я возьму 200 грамм маршмеллоу. Маршмеллоу у меня вот такие вот крупные со вкусом пломбира. Можно, в принципе, использовать любой другой вкус. И цвет, собственно, здесь роли не сыграет. Маршмеллоу я отправила в микроволновку на минуту. Но смотрите по вашей микроволновке. У кого-то может быть сильнее и вот до вот такого состояния, когда маршмеллоу набухли. И добавляю сюда 100 грамм сливок. Слегка перемешиваю и отправляю обратно в микроволновку, для того, чтобы мои маршмеллоу начали расходиться в сливках. Вот уже достала я с микроволновки. Маршмеллоу там, ну, как топятся прям. Я думаю, что удобнее мне здесь уже будет работать венчиком. Чтобы все вот эти вот кусочки, комочки стали однородной массой. Поэтому возьму лучший овенчик. Получается такая вот нежная, воздушная, я бы сказала, и очень легкая структура. Мы будем делать с вами шоколадный мусс здесь. То есть для мусса нам нужен желатин, как всегда. А здесь в маршмеллоу желатин и так имеется, который мы вот сейчас, собственно, растопили. И желатин начинает дальше работать и будет загущать нашу остальную массу. Смотрите, уже полностью разошелся мой маршмеллоу со сливками. И теперь я буду добавлять шоколад. Если масса у вас уже стала холодная, подогреть ее еще немного в микроволновке. И тогда уже бросайте шоколад, для того, чтобы шоколад полностью весь растворился. Если вы добавили шоколад, размешивайте и видите комочки, тоже поставьте еще там на каких-то 10-15-20 секунд, для того, чтобы именно шоколад весь у вас разошелся. Не должно не остаться никаких кусочков шоколада. Я вот помешаю сейчас немножечко и оставлю еще на минутку, чтобы шоколад начал отогреваться и еще раз потом перемешаю. Должна получиться полностью однородная и красивая шоколадная масса. Тем временем, пока мой шоколад растаивает, я взобью остальные сливки. Здесь у меня 300 грамм сливок. Я добавила в них еще столовую ложку сахара, так как шоколад у меня был не очень сладкий. Кстати, шоколад советую брать и не черный, горький. Мне кажется, самым идеальным здесь будет 56%. Этого будет с головой достаточно. Не стоит брать там никакие 70 и выше. Сливки взбили до пиков и будем вводить в нашу шоколадную массу сливки. Масса не должна быть очень горячей, потому что сливки иначе у вас не сохранят воздушность, а станут как бы растворяться и будут жидкими. И у вас получится забитый мусс, а не воздушный. Поэтому масса не должна быть горячей. Лучше пускай она чуть-чуть отойдет. Вот какие у меня сливки. И теперь начну я их добавлять. Вначале возьму буквально капельку. Здесь я пока довольно грубо развожу сливки, просто облегчая данную шоколадную массу. Здесь уже посмелее добавляю, но уже смотрите, я венчиком как бы просеиваю свои сливки с шоколадной массой, для того, чтобы они не потеряли воздушность. И наша масса была легкой. Наш мусс был очень воздушный и нежный. После того, как мы уже облегчили наш мусс частью сливок, уже добавляем в принципе в остальные сливки весь этот шоколадный мусс. И будем перемешивать уже все вместе. Точно так же вы видите. Посмотрите, какая однородная красивая масса становится. Он слегка еще мраморный, но вот-вот уже станет одного цвета. И благодаря тому, что сливки холодные, начинает уже схватываться желатин с шоколадом. И посмотрите, становится прям как крем такой красивый. Загустевает. Корж я, кстати, после того, как спрессовала, поставила в холодильник на вот эти там пару минут, которые у меня делала с начинка. Поставила в холодильник. И он уже, я так попробовала, он уже такой тверденький, как бы начало масло остывать и начал стабилизироваться корж. И выкладываем абсолютно весь мусс. Распределяем его по всей форме. Форму я уже говорила. Я форму взяла 18 сантиметров в диаметре. И получится у вас тортик где-то сантиметров 7 в высоту. Где-то вот такой вот. Приблизительно разравниваю, потому что сверху мы будем покрывать еще очень вкусной глазурью. Поэтому не обязательно делать прям очень идеально гладко. Забыла сказать, еще лучше возьмите ацетатную ленту или бордюрную какую-нибудь, чтобы удобнее было тортик достать. Для нашей глазури я буду использовать еще грецкие орехи. Можно взять фундук. Можно взять, в принципе, и арахис жареный. И будет это у нас все-таки шоколадная глазурь. Поэтому, соответственно, берем еще и шоколад. Шоколада я взяла здесь 100 грамм. И шоколад растопила в микроволновке. В импульсном режиме по 15-20 секунд до полного растворения шоколада. Теперь, смотрите, в шоколад добавляю столовую ложку растительного масла. Без запаха. Масло может быть любое. Если хотите, это может быть какое-то ароматизированное масло, по вашему желанию. И добавляю 30 мл крутого кипятка. И теперь все это вместе я перебью блендером. Не бойтесь, шоколад у вас не расслоится от воды. Мне кажется, даже сама масса шоколадная стала темнее от воды. Я очень люблю эту глазурь. Я, когда делала этот тортик, почему-то вспомнила именно про эту глазурь. По моему мнению, она идеальная для таких тортиков. Если ее делать без орехов, она прекрасно подходит для тортиков типа птичьего молока и тому подобных, которые заливаются вверх. И вам не нужно, чтобы она стала дубовая, либо крошилась потом. И тоже вам не нужно, чтобы она растекалась. Посмотрите, какая красивая, прям черная, я бы сказала, масса получилась. Прям такая насыщенная, шоколадная. И нигде она не расслоилась. Теперь добавляю сюда орехи. Орехов можно взять по вкусу. От 50 до 100 грамм. У меня здесь где-то около 70 грамм орехов. Я их измельчила руками до крупной крошки. Можно в блендере, но мне хотелось вот такие вот прям крупные орешки, чтобы сверху у меня были. Я достала свой тортик из холодильника, пока делала глазурь. Он у меня там был. И выливаю на него всю глазурь. Посмотрите, какая уже красота получается. Пахнет безумно шоколадно. Сверху в этот момент уже можно украсить чем-то, что должно приклеиться к тортику. Я вставила еще маршмелки, для того, чтобы они прям на шоколад у нас пристали хорошо. Отправляем торт в холодильник минимум на 2 часа. У меня никто не мог выдержать эти 2 часа, поэтому я его разрезала. Он простоял у меня где-то 1,5 часа в холодильнике всего. И я вам покажу, какой он получился у меня через 1,5 часа. Вы видите, я просто хаотично положила несколько маршмелок и посыпала крошкой от печенья, которое у меня сбоку чуть-чуть просыпалось. Тортик делается этот реально за 10 минут максимум. То есть вы там измельчили, там подогрели. Это 10 минут у меня ушло времени на этот тортик. Дольше, конечно, дождаться того момента, пока он у вас остынет в холодильнике. Где-то там не прорезалось у меня в срединке. Посмотрите, какая нежность получилась. Просто воздушный, легкий, хорошо держит форму. И то это, он у меня простоял всего лишь 1,5 часа. А если он простоит 2 или всю ночь, он еще будет более стабильный. Он очень воздушный, нежный и очень-очень шоколадный. Я уверена, что вы должны обязательно попробовать этот рецепт. Он не сложный, он очень легкий и он очень достойный. Для того, чтобы вы его обязательно попробовали. Посмотрите, какая у меня вкуснота получилась. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.